Серии игр, на мой взгляд, это очень хорошо. Вы уже более-менее знакомы с механиками и при этом получаете что-то новое. Конечно, когда вам что-то новое вкладывают в игру, они продают еще раз те же самые механики под одним и тем же соусом, только в другом оформлении. Сегодня мы поговорим про новую эволюцию. Итак, всем привет! С вами Юра, вы смотрите Geek Media. Сегодня у меня на столе эволюция волшебных тварей. Это новая игра из серии эволюция от наших отечественных разработчиков, от издательства Правильной игры. И это та же самая эволюция, которую вы могли поиграть уже до этого, но другая. Вот так вот все непросто. Итак, что такое эволюция волшебных тварей? По истории этой игры, кроме нашего мира, существует еще и другой параллельный, в котором живут волшебные существа. И, конечно же, у них эволюция должна была пойти по другому пути. В этой игре, в отличие от базовой эволюции, я сегодня, наверное, не раз вернусь к этому вопросу, вы не будете поедать других существ, и ваши существа не смогут умереть. А победит не тот, кто набрал больше всего победных очков по итогам, соответственно, эволюции своих существ, а тот, кто первым трансгрессировал трех своих волшебных тварей. В начале игры каждый игрок получит себе стартовые карты и получит себе одно существо. Для этого он положит себе одну карточку вниз лицом, а рубашка обозначает, что это существо готовое к эволюционированию, и рано или поздно будет трансгрессировать. Как видите, у нас на эти карточки изображены специальные слоты, которых раньше не было. Я хотел бы сразу остановиться на одном важном моменте. У меня игра в прототипном варианте, поэтому в итоге вы получите ее красивее и с другими компонентами. В частности, вместо вот этих кубиков будут симпатичные кристаллики голубые, а вот эти и вот эти вот же тончики будут немного другого цвета и будут поярче. Карты, в принципе, практически финальные уже. Каждый игрок после этого наберет себе в руку карты и начнет их разыгрывать. В свой ход игрок может сделать до трех действий, всего лишь одно из которых обязательное. Обязательно это активация существа, но про нее мы говорим немножко позже. Итак, что же у нас может сделать игрок? Вот у меня, например, есть всего три карты, теоретически, допустим. Я могу одну карту сыграть не с лицом, тем самым создать себе новое существо. Это я могу сделать только раз за ход. Также любому своему существу я могу приложить свойства. Как вы понимаете, у нас карты, как и в прошлых эволюциях, они двухсторонние. То есть у нас есть на каждой карте два свойства. В частности, вот, например, я мог бы сделать свое существо летающим, маленьким, страшным или токсичным. И это делается очень просто, подкладывается карточка сюда, и это существо получило свойства, которые нужно. Далее вы должны выполнить активацию. Под активацией существа понимается следующее. Во-первых, вы можете отправиться в источник энергии. Здесь существа черпают энергию из источников, и за счет этого становятся сильнее, напитываются той самой энергией для того, чтобы трансгрессировать. И про трансгрессирование немножко позже. Вот здесь изначально лежат кубики в количестве, зависящем от количества игроков. И если наше существо хочет активироваться, оно может отправиться в источник и взять себе один кубик. Конечно, это очень просто в данном моменте, когда у существа только свойства токсичные. Но когда на существе различные свойства лежат, он сможет сбрасывать карты, чтобы получать дополнительные кубики, передавать свои кубики другим существам, позволять другим существам также получать кубики за то, что они ваши дружественные существа и имеют специальные свойства. Либо, вместо этого, оно могло бы атаковать другое существо. У нас есть несколько атакующих свойств. Это усыпляющий, вампир и огнедышащие. Все эти свойства позволяют вам напасть на другое существо, сделать с ним всякие нехорошие вещи и за это получить себе кубики из резерва. В частности, усыпляющие говорит, что вы положите жетон сна на одно из существ, и оно больше не сможет активировать свой отход. Вампир говорит о том, что это существо сбросит один кубик, а вы один кубик получите из резерва себе на это существо. И огнедышащие говорит о том, что существо, на которое вы напали, должно будет сбросить одну из карт со своими свойствами, а вы получите кубик из резерва. Важный момент в том, что кроме нападающих свойств, в игре еще есть, соответственно, и защитные свойства. Эти защитные свойства тоже абсолютно разные. есть например огнестойка который говорит что я не буду сбрасывать карты когда меня такую-то внедыщим существом есть многоглазая которая говорит о том что я все вокруг вижу и за это я не буду сбрасывать кубики и свойства когда меня атакуют есть свойства например астральное которое говорит о том что на вас может напасть только другое астральное существо и как вы понимаете волшебные твари эволюционируют для того чтобы питаться больше из источников для что получать больше энергии и каждый из них старается сделать это так чтобы другие существа с ними ничего не могли поделать и она быстрее других трансгрессировала такой вот магический эволюционный отбор я примеры того как существа питаются и того как они нападают друг на друга покажу немножко позже и в какой-то момент если ваше существо набрало 4 энергии и она не спит она может быть активирована для того чтобы трансгрессировать когда вы сбрасывать все эти кубики в резерв отправляете существо в сброс вместе со всеми карточками которые были на нем и берете себе вот такой жетон как только у вас будет три таких жетона вы победили в игре кто это сделать первый тот и победил и последний вариант активации который может делать существо это если она не сделала ничего другого она просто засыпает важно что как только все существа на столе будут спящими то есть на них на каждом будет лежать вот такой вот жетончик заканчивается раунд игроки наберут новые карты в зависит от того сколько у них существ имеют на себе вот эти вот жетончики энергии которые будут кристалликами и начнется новый раунд чем же в своем корне отличается эта игра других эволюций эта игра гонка тот-то первый трансгрессирует трех существ тот победил за счет этого игра играется быстрее она играется более контактно то есть вы стараетесь не дать игроку который близок трансгрессии трансгрессирует существо за это вы будете стараться его усыпить чтобы она не сделала активацию будет снимать с него кубики и так далее игра позволяет вам сделать все это и даже больше в частность например в игре есть карта который дает вам свойства маленькая Маленькие существа могут трансгрессировать, имея всего три энергии. И, конечно, это мог быть хитрый ход. Вы получили три энергии, вы сыграли карточку с маленьким и своей активацией трансгрессировали существо. Да, это был бы очень хитрый ход, но для этого вам нужно иметь такую карточку на руке. Давайте я вам быстренько покажу, какие можно в игре крутить комбо-вомбо. Итак, у нас есть два существа. У этого игрока три существа. У этого игрока у него одно существо спит. Что может сделать этот товарищ? Его ход, у него очень страшное огнедышащее вампирское существо, которое еще умеет усыплять оппонентов. И при этом оно метаморф, то есть оно умеет дублировать свойства других существ этого игрока. Крутая комбинация, посмотрим, как работает. Итак, что делает это существо? Оно применяет свойства страшное для того, чтобы сказать ему, вот этому существу, что ты больше не астральная. Далее, свойства метаморф. Мы говорим, что мы теперь тоже летающие. Теперь мы можем напасть на летающее астральное существо, которое на данный момент больше не астральное, а мы теперь летающие. После этого мы применяем свойства усыпляющие для того, чтобы усыпить это существо, и у него не сработало многоглазое. Потому что многоглазое работает только если ваше существо не спит. Мы используем усыпляющие, кладем сюда жетон сна, и за это берем себе одну энергию из резерва. Далее мы говорим, что мы хотим его повампирить, и будем использовать свойства вампир. Вампир говорит о том, что это существо теряет кубик, а мы получаем кубик. Следующее свойство — это огнедышащее, которое мы хотим применить, и мы хотим заставить это существо перестать быть токсичным, чтобы не потерять кубики в конце игры. Как видите, токсичное существо заставляет нас потерять энергию в конце нашей атаки. И мы говорим ему, что ты больше не токсичный, ему приходится сбросить свойства тактичной из игры. За то, что наша способность сработала, мы берем еще одну энергию. Теперь, соответственно, это существо больше ничего не может нам сделать, а мы получаем себе три энергии в итоге, и после атаки, как это всегда положено, наше существо засыпает. Круто. Если бы это было прям совсем крутое существо, и у него, например, было бы свойство, оно бы заставило нас еще сбросить одно из свойств. И, наверное, это было бы какое-то атакующее свойство, которое плохо работает на других игроков. Этот игрок после этого сходил, теперь ходит этот игрок, и он хочет попитаться вот из этого источника. Но у нас здесь лежит последняя энергия, она лежит в верхней части карточки, и это значит, что только определенные виды существ могут ее забрать себе. В данном случае астральное. Но у нас два существа астральных спят, как же нам получить эту энергию? У нас есть метаморф. Мы говорим, что наше вот это существо тоже астральное. И оно отправляется питаться, забирает себе одну энергию, и дальше мы начинаем активировать другие свойства. У нас есть очаровательное и заботливое. Два полезных свойства. Очаровательно говорит о том, что когда другое существо получило еду из источника, мы тоже получаем еду из источника. Получили. Очаровательность работала, и мы хотим применить свойства хвостатые. Хвостатый говорит о том, что можно сбросить любое свойство для того, чтобы получить себе еще одну энергию, когда мы попитались. Мы сбросим прямо самого хвостатого и получим себе еще одну энергию. А далее мы применим свойства заботливое и передадим еще одну энергию сюда. И так тоже получили три энергии. Вот такие комбо-вомбо можно крутить в этой игре для того, чтобы напитать своих существ как можно большим количеством энергии. И очень классный элемент игры здесь заключается в том, что до того момента, когда вам уже нужно сильно мешать друг другу, у вас проходит не так много времени. То есть, как так, через полчаса 40 минут вы уже прямо реально все близки к трансгрессии третьего своего существа и стараетесь помешать друг другу сделать это. При этом, как вы понимаете, существ у вас может быть сколько угодно, и поэтому вы себе будете задавать существ, которые будут мешать оппонентам и заниматься только этим. Они не будут у вас питаться энергией, они будут стараться ее теоретически передать другим вашим существам для того, чтобы вы быстрее достигли финала и победили в игре. Что еще есть в этой игре? В этой игре, как это сейчас принято, есть бот и соло-режим со специальной колодой карт. Также в игре есть удобная памятка со всеми свойствами. И, конечно же, ни одна эволюция не обходится без энциклопедии или бестиария, где вам расскажут про каждое отдельное свойство и про существ, которые на этих свойствах нарисованы. Здесь, конечно же, все существа выдуманы, вымышленные, мифические. Итак, если вам нравятся игры с элементами гонки, но при этом не гоночные игры, если вам нравятся игры, где вы можете испортить жизнь оппоненту, где вы можете помешать ему достичь победы и при этом выиграть самим, если вам нравятся игры, где вы можете крутить комбо-вомбо для того, чтобы сделать какую-то крутую штуку и при этом достичь победы, то эволюция волшебных тварей вам явно подойдет. Она по игровому процессу, честно говоря, на мой взгляд, несмотря на то, что механики схожие с предыдущими эволюциями, достаточно другая. И если у вас даже есть предыдущая эволюция в игре и вам нравятся базовые механики, вы можете купить в этой коробке что-то новое. Это все на сегодня. С вами был Юра. Вы смотрели Geek Media. Всем пока.